Так, значит, я хотел в продолжении этого ясного очерка, что в продолжении, маленько подпустить туману или, может быть, драматизма. Не знаю тут уж, как это оценивать. Значит, смотрите, в чём вся штука. Общая канва, насколько я знаю, именно такова. То есть, огромная часть средневековой европейской метафизики была завязана на то обстоятельство, что в известном месте в Священном Писании, в Библии, в Ветхом Завете, напрямую вопрос к Богу, как твое имя, он говорит, аз есмь сущий, как написано в церковно-славянском переводе, или я есть сущий. Отсюда строили все эти спекуляции, что это сущий в смысле вот этого чистого бытия, это актус пурус, ну, в общем, тут много-много ещё чего было сделано. Но тут есть некоторая ирония, большая историческая ирония. Значит, что стоит в оригинальном тексте, на том месте, где в переводе был написан аз есмь сущий? Там стоит вот такая штука. Я, к сожалению, не умею писать эти еврейские значки, поэтому я напишу в качестве те латинские буквы, которые принято привязывать к еврейским самим значкам. Но мы должны просто понимать, что это не латинские буквы, там буквально были написаны, там были еврейские буквы. Ну, вот транскрипция, короче, говорит. Как латинский писать русский язык. Совершенно верно. То самое слово, транскрипция. Транскрипция, значит, была вот такая. Стояло четыре буквы. Значит, все эти четыре буквы, это согласные. И вообще, надо сказать, что в древнееврейском языке не было принято писать гласные. Извиняюсь, и Y тоже согласные, да? Да. Да. Это такая согласная. Конечно, поскольку это был человеческий язык, то там в этом языке, в котором разговаривали люди, там были и гласные, и согласные звуки. Но на письме гласные не писались. Они обозначались иногда в качестве специальных значков, добавочных между этими буквами. Между согласными. Как апострах какие-то, да? Да, всякие такие вот крючочки запятые, там финтифлюшки. Но проблема в том, что наличие этих, да, и эти специальные значки, которые вставлялись для обозначения, какое здесь гласное, они были необязательны. То есть логика была какая, что образованный человек и сам понимает, без добавления этих гласных, что это за слово. И почти всегда это работало, за исключением вот этого слова. Почему? Потому что в развитой еврейской традиции существовал прямой запрет на произнесение этого слова в слух. Это просто было нельзя делать. Это делал один раз в год первосвященник в храме в Святая Святых. Я один. Когда был один. Сейчас. То есть, смотрите, я просто нарисую схематично тот древний иудейский храм, как он был установлен. Мы не убрём до тем, наверное, нет? Нет. Судорова. Это не является каким-то запретным знанием. Вот вы узнаете, я буду вынужден вас убить. А потом все, кто посмотрит. Да, совершенно верно. Игорь, вы сказали, что вообще... Мы не тебя боимся, ты пойми. Мы боимся покарать Бога всё. Да. И колонну, да? Да. Значит, смотрите. Вот сам храм был простое прямоугольное здание, разделённое стеной внутри себя на две части. Вот эта часть святое, святое, а это святая святых, где хранился скрижали, ковчег и все прочие реликвии, которые лично от Моисея достались. Значит, штука была в чём? Внутрь этого здания вообще можно было входить только священникам. Народ туда вообще не входил. Народ мог размещаться вот здесь вот. Это я штрихами обозначил колоннаду, в которой просто стояли колонны с крышей, ну, просто чтобы можно было стоять в тени. Ну, это нечто вроде шатра, да. Вот простой народ, он стоял здесь. Внутрь вообще не входил никто. Только священники входили в святое. Здесь происходили некоторые церемонии, ритуалы и всё такое прочее. А в святая святых имел право входить только так называемый дежурный священник, который вот выпал в жребий, вот именно сейчас произвести богослужение. Вот была часть ритуала, происходила здесь. И выбранный по жребию человек туда входил, совершал положенные действия, произносил положенные слова и так далее. Так вот, раз в год, раз в год, первосвященник, то есть высший священник, входил в святая святых и в полном одиночестве в чай производил некоторый обряд, в ходе которого он произносил это имя Бог. Только в таких условиях. Как вы понимаете, это очень ненадежный способ сохранять знания о том, как это слово звучит. Потому что в ходе истории священников поубивали, первосвященников поубивали, они там не успели передать это, обучить своих преемников. Ну, я даже, насколько я понимаю, ситуация такова, что даже обучая, они как бы приступают к некую клятву, то есть они не должны были бы в обучении произносить это слово. Ну, возможно, тут, понимаете, тут всё в полном тумане. Потому что я думаю, что были, как это сказать, были некоторые условия, при которых это разрешалось. Ну, типа для обучения, или что-то в таком роде. Ну, тут точно так же, как вот известно, как стать мусульманином. Надо просто произнести при двух достойных свидетелях вот эту известную фразу, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед пророк его. Вот. Но это же не магическая формула, да, то есть ты её должен произнести от всего сердца, только тогда это считается. А здесь было нечто противоположное. В общем, конечно, полный запрет, да, но в качестве некоторой вот там педагогической штуки, видимо, можно было. Ну, то есть опуская детали по поводу того, как ухаживали за этим помещением святая-святырь, кто тут наводил порядок, кто тут вообще вещи переставлял и всё такое прочее. Вот это отдельная история. Я просто всё это рассказываю для того, чтобы объяснить, что вот огласовка этого слова не писалась, и теперь у нас нет шанса узнать, как оно звучало. Поэтому, что здесь, что делать? Ну, существует некоторая логика языка, логика звучания слов. Исходя из этой логики звучания слов, есть два предположения, как это слово с буквосочетания. Да, но поскольку здесь четыре буквы, по латыни четыре это тетра, грамма это буква, в латинской традиции это имя Бога называется тетра-грамматон, четырёх букве. Ну, это как бы честное наименование, потому что не знали, как это всё произносить. Вот, есть два варианта того, как это, видимо, могло звучать. Вот, я пишу русскими буквами, яглы, большая часть специалистов сходится, что, скорее всего, вот это ближе всего. Или и ягова. Это первая игрика, да, буквы? Ну, видимо, да. То есть, вот эти вот, аж, это, видимо, какие-то буквы, это какие-то звуки типа г. В, это близко к В, а я, это вот какое-то такое сильное придыхание, которое не наше, вот, потому что с нашей точки зрения и А, да, Я, это сочетание двух гласных. А у них это настолько густо, на выдохе произносилось, что это прямо какое-то вот рычание. Вот, ну, это передаётся либо буквой Я, либо и Е, ну, понятно, что всё это предельно условно. Так, это первая часть обсуждения. И, в общем-то, в общем-то, поскольку существовал запрет на произнесение, и даже не то, чтобы запрет, но такая, как сказать, не рекомендовано было часто писать это слово. То есть, это не то, чтобы полный запрет, но как-то вот благочестивее было бы его не писать. В суе, да? Да, в суе даже писать его не надо. То есть, ну, если можно не уклониться от этого, то надо уклониться. Поэтому, что происходит в Библии, в четвой части, где Ветхий Завет, естественно. Там же Бог-то довольно часто о нём говорится. Значит, что было делать? Вместо этого имени, вместо этого имени употреблялись некоторые другие имена. Такие, которые, строго говоря, именами не являются, а являются такими псевдонимами. Они псевдонимы для этого имени. Самый частый псевдоним, если писать его русскими буквами, то он называется вот так. Адонай. Это простое слово, которое по-русски значит господин. Господь, так как бы. Господь. Ну, господь это просто древняя форма слова господин. Да, вот некоторые господин. По-английски лорд, не знаю, на каком-нибудь другом ещё языке. Вот стояла такая штука. Теперь. Наступает первый век до нашей эры. В Александрии существует крупнейшая в мире библиотека, которая сколько содержит книг, не вполне понятно, но в общем очень много. По сути дела, все книги, которые были известны человечеству, обитающему в ореоле Средиземноморья, в этой библиотеке Александрии были. Просто такова была культурная политика Александрийских царей. Они специально об этом заботились, покупали книги, назначали квалифицированных людей за ними наблюдать, каталогизировать. Там при этой библиотеке было целое учебное заведение, весьма знаменитое, но всё это в скобках. Хотели нанотехнологический рывок осуществить. Ну и они фактически его осуществляли, потому что это был центр науки. Все крупнейшие учёные рубежа эпох были в Александрии. Просто-напросто. Они просто все были там. Кто сам не приехал, тому, значит, Птолемеи, так звали эту династию, тому Птолемеи платили столько денег, что он тут же бросал свою родную страну и приезжал туда и оставался там работать. Но, значит, книги-то, конечно, они собирали, но при этом они хотели к тому же, чтобы эти книги были написаны на понятном языке. А тогда понятный всем язык был один. Это был древнегреческий язык. Поэтому, конечно, в эту библиотеку приобрели свиток священного писания евреев, но посмотрели на эти закорючки и сказали, не, это надо как-то по-человечески написать, чтобы люди могли это читать. Там 70 человек, да, переводчиков. Совершенно верно, совершенно верно. Вот. Что делать? Администрирование. Сейчас расскажу. Значит, что произошло? Поэтому, поскольку евреи серьезно относились к своему тексту, они не могли доверить перевод каким-то там другим людям. Хотя, в принципе, люди еврейский язык знавшие, их было в достатке. Поэтому, в самом народе израильском было выбрано 72 переводчика, которые должны были разделить священное писание на 72 части, и каждый переводит свою часть. Этот перевод, который был произведен с еврейского на древнегреческий, принято называть переводом септуагинта. Септуагинта – это слово, которое обозначает 70, перевод с 70. Перевод септуагинта – перевод с 70. Ну, вообще их было не 70, а 72. Даже по легенде, де-факто, может быть, и больше, потому что работать, на самом деле, очень весьма сложно. Вот. И, да. А я слышал другую версию. Да. Взяли два раза по 70, и сказали, будем убивать всех, и причем и одна часть 70, и другая часть 70, переводили независимо друг от друга. И мы будем вас убивать всех, и по очереди ротацию осуществлять, до тех пор, что пока все не совпадет. Вот я такую версию слышал. Ну, там, по-моему, с первого раза все пошло. Ну, такую кровожадную версию я не слыхал, но вполне возможно. Надо же было как-то обеспечить… Они не могли договориться. То есть, результат совпадает, все, значит, правильно перевели. И условие такое поставили. Если он не совпадет, и одну группу, мы не будем разбираться, кто прав, кто виноват, но нас с тем убьем. Ну, и вот результат… Человечество не выжило на нашей гимнете. Пришлось бы перебрать всех. Не, ну там были какие-то критики? Ну, что дальше? Ну, как бы то ни было, сколько бы их ни было, вот легенда гласит, что 70-72, в общем, перевод они сделали. Значит, как они поступали с этим именем Бога? Со словом «Адонай» все просто. Этому есть простое греческое соответствие. Как вот я говорю по-русски «Господь», так есть точное значение в греческом языке. «Кюриос». Ну, это «Господин», «Господь». Вот, с этим все просто. А вот с этим что делать? Оставить какую-то просто транскрипцию, посчитали, что это неправильно. То есть, это противоречит смыслу перевода. Переводчики вставили, понимали свою задачу так, что текст должен быть понятен. Поэтому нельзя вместо этого тетраграмматона написать какую-то абракадабру, вот, и все. Поэтому, сами иудеи, тут это важно, это никакая не диверсия, что называется, не подкоп, осуществленный какими-нибудь древними греками, перевели вот это вот слово развернутой фразой на греческом языке. То есть, логика какая? Может быть, действительно, в оригинале, совсем в оригинале, это было не слово, а это была свернутая фраза, просто вот так коротко записанная. Очень может быть. Во всяком случае, переводчики поступили следующим образом. они поставили этому эквивалентом вот такое вот слово. это греческие буквы. Да, это греческие буквы. Я сейчас соображаю, может быть, я вру. Он просто это родительный понятен. А как должно быть? Он. Просто он, но иглой иметь. Он, в общем, он. А, да, точно, точно. Значит, что это буквально означает? Я есть, он сущий. Я есть сущий. Вот впервые появляется вот это сопоставление, что вот это вот слово, имя Бога, таким образом передается. Поэтому потом на церковно-славянский это переводится «Аз есм сущий», «Ай эм...» Как там по-английски? Не помню совершенно. Ну, в общем, все это вполне себе переводится. Отсюда растут корни вот того, о чем так правильно сказал Евгений. Действительно, оказывается, что именем Бога оказывается бытие. Вот у всех богов имена как имена, а у этого имя бытие. Почему это... В этом есть некоторая ирония. Дело в том, что современная наука, изучающая древнееврейский текст, древнееврейский язык, говорит, что вот это очень плохой перевод. Это, собственно говоря, даже не перевод, это, как бы сказать, перетолкование того, что есть... Так. Все заколючки поставить. Что-то я везде... Нигде заколючки ставлю. Ладно. Вот. А современная расшифровка этого имени говорит несколько другое. Она говорит следующее, что это имя лучше переводить следующим образом. Ну, я сразу пишу на русский язык. Я есть... А, тот, кто есть. Тот, кто есть. Или, если говорить не так длинно, то следует сказать проще. Я – это я. То есть, понимаете, что происходит? Бог на вопрос о том, каково твое имя, он не дает ответа. Он говорит, я – это я. Я тот, кто вот я есть. Вот я такой. Объединяйтесь самого себя. Да, совершенно верно. Она вообще одна. Или еще, вот если говорить о человеке, если бы человек такое сказал, то это звучало бы, например, следующим образом. Ну да, ну вот я такой. Вот я украл тапочки у Игоря в доме, отнес к себе домой. Да, я такой. Вот примерно в такой интонации отвечает... В такой примерно интонации отвечает Бог Ветхого Завета на вопрос, как твое имя. То есть, понимаете, какая штука? В чем здесь важность вот этого филологического нюанса? Бог не собирается сказать, что я бытие. Или что я сущий. Он вообще об этом не говорит. Он говорит о том, что вот я такой, какой я есть. Примерно говорит про равенство себя себе. Ну, типа того. А равно А. Вот мое имя. Я просто говорю, что я именно тот самый беспредельщик. Или так. Не важно. Да, это я. Не важно. Главное, что... Не, кто-то таких вот сейчас много ядов закроют. Доброста. Не, за еврейского Бога не закроют. Не, ну так было в другой интонации что-то возвышенное, а так получается, что обыкновенный языческий Бог. Странное, что равенство. Нет. Это... Даже... Не, 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 не. И в языке... Это к физическому Богу вообще... Это отдельный разговор, но это тоже, ну, вполне себе его отличает. Важно, как бы, здесь что понять? Получали, понимаете, что случилось? Получилось странное недоразумение. Из лучших побуждений переводчики истолковали это слово. Я есть сущий. А потом, когда это слово так сказать, без особенного смысла повторяли в Европе, а потом им действительно привезли Аристотеля с Платоном, ну, на самом деле, конечно, одного Аристотеля. Платон еще до эпохи Возрождения был толком неизвестен. Когда привезли сочинение Аристотеля и комментаторов аристотелевских, и они узнали философскую терминологию, они сказали, о, так это же сущий, да? Значит, Бог говорит, я есть сущий. А это вам не просто слово. Это весьма насыщенное философское понятие. И начали из этого случайного совершенно обстоятельства просто вовсе. Просто вовсе. А у меня есть гипотеза, которая объясняет, причем, на самом деле, все было по-другому. Привезли, значит, Аристотеля вот в эти средневековые времена. И возникла проблема. Вот христианство, а вот аристотельская мысль. Как быть, что делать? и тут они снаряжают отряд, отправляют, сажают их в машину времени и отправляют туда, чтобы они осуществили диверсию и изменили текст так, чтобы все сошлось. положить. А у меня есть еще более безумное, на самом деле, что задним числом вот эти все еврейские, якобы существовал какой-то еврейский текст, это грамматон, который никто не знает. Это все бредни с задним числом. А на самом деле изначально было все написано на греческом. Изначально все как вот есть какой-то эйго-еми-гоон там и кюри все таки было. И Адонай там это просто как бы одно из этих это уже когда евреи когда евреи составили свое писание, они как бы переводили, брали писание то самое древнее, самое священное и на свой лад уже перевели там. Добавили эти грамматоны тоже. А может быть Бог? То есть обратная позиция. Изначально все греческое. Да, да. Вот может быть все-таки он как бы понял, что будут проблемы у людей с Аристотелем и когда начали переводить он как бы пришел и сказал ребята ну там как-то там вложил в мозги что переведите так. Нет, вообще это очень важное замечание потому что Палма Аквинский сказал если мы не интегрируем аристотелизм в учении нашей матери церкви то когда аристотелизм уничтожит церковь ну да мне оказалось что церковь уничтожит ну в общем в общем будет много крови церкви нормально получился томизм официальная горстрина католическая церковь но очень трудно было бы бороться так из аристотелизма ну там сразу возникли но это из разряда праздника знаете политические праздники чтобы как с ними боролись просто назначали на это число праздник свой ну вот крестьянство ну радуница да 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 и тут же пас так можно было бороться поэтому аристотелизм надо было впитать да как бы ассимилировать и потом понимаете вот возвращаясь к этой истории о том что арабы принесли аристотеля там ведь как чтобы как ведь дело это было это сейчас у нас такое вполне себе европеоцентрическое сознание да то есть Европа как-то такое цивилизованное место все такое прочее а в те времена вот темные времена они же то есть в Европе это было реально малообразованное место то есть текстов античной литературы просто не было все что было нажито наработано греческими и латинскими врачами физиками философами все это просто не существовало ну еще и арабских надо добавить да арабы тоже там на месте не сидели потому что ну в общем они восприняли не просто так им доставшиеся греческие книжки понятно почему это случилось потому что римскую империю затоптали толпы варваров которые уничтожали просто тупо все и они все благополучно уничтожили но варвары не добрались до арабов или арабы отбились я не помню в точности они там были просто они просто не там тема про варварство это честно говоря знаешь я думаю что все книжки были просто возможно именно в Европу они пришли таким окольным путем через Испанию вот они именно что пришли окольным путем но они были но они были не в рожеме но и там это Европа но здесь важно то что понимать там не было того исходного населения которое было сотворило всю эту философию культуру медицину физику и все прочее их просто не было и всех убили а книжки сожгли по счастью у арабов на другом углу Средиземноморья эти книжки были вот и арабы прилежно эти книжки читали сами развивали науки философию и все прочее и когда они опять-таки оказавшись оккупантами на территории Европы так сказать волей-неволей поделились книжками с европейцами вот то европейцы оказались на положении младших учеников потому что перед ними была мощная развитая цивилизация где была развитая наука философия у европейцев не было ничего просто ничего поэтому они спокойненько сели за парты и начали учить буквы начали читать все эти книжки которые им достали но при этом конечно вы понимаете какие были сложности как каков был путь например что они читали под видом аристотеля исходный текст написан на греческом языке арабы соответственно перевели это на свой язык а свой это какой на арабском на арабском да параллельно кстати древний арабский либо либо с греческого либо с греческого либо с арабского происходили переводы на еврейский язык потом все это счастье что приходит в Европу в Европу приходят книжки вот на этих языках ну с еврейского наверное от Маймонида да это пришло совершенно верно совершенно верно и чтобы европейцы могли читать могли читать им естественно надо было перевести на какой-то им понятный язык это был единственный язык это была латынь поэтому вот эти замечательные арабы и евреи от широты души в целях просвещения темных европейцев переводили с арабского и с еврейского на латынь а сейчас у нас когда метафизики то нет это полный какой-нибудь а все на греческом какой-то есть вариант там травмы такой где арабский вариант где еврейский вариант вот эта история вся она откуда она взялась когда ее придумала у нас же есть греческие варианты ну так арабские еврейские тоже есть то есть есть метафизика на арабском языке которая более полной должна быть нет а почему так нет более полной метафизики это не метафизика если ты говоришь конкретно про метафизику там же аристотель или физика нет с физикой там более или менее физику все-таки аристотель видимо писал а метафизика там просто какая сложность это явным образом аристотель не писал никакую метафизику Это было просто собрание конспектов его учеников, которое было систематизировано даже вряд ли самим Аристотелем. Отсюда все трудности. Они вполне, со всякими нюансами, но они совершенно такие же. Там ничего нового нет. Что появляется и в арабском, и в еврейском языке, появляется довольно большое количество текстов, которые приписываются Аристотелю. Которые не существуют ни на каком другом языке, кроме арабского или еврейского. Вот это да. Такое появляется. Это значит, что они работали. А значит, они работали, да. И кстати сказать, они... А мы до нас подники не нашли просто. Не все дошло. Трудный вопрос. Может быть, может быть. То, что до нас дошли совершенно не все сочинения Аристотеля, это мы знаем в точности. Вот. А может быть, что-то было вот из этих арабских. Но там, понимаете, там невозможно выяснить, как бы точно это перевод не дошедшего до нас греческого сочинения или что. Или это просто сами арабы в качестве учебного упражнения написали нечто за арабский Аристотелем. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, ну понятно, что пройдя такую цепочку, они в латинском переводе получили совершенно не то же самое, что мы сейчас читаем в русском переводе. А мы еще и на русский перевели. А церковнославянский где здесь в этой вашей схеме перевод? В философии... А он самый первый. Не, не, не. Мы не европейцы. Не спилайте. Подождите. Значит, смотрите. В философском контексте церковнославянский не участвовал. Первый протоколинский. Просто совершенно не участвовал. Я до сих пор не могу понять, в чем тут дело. Но почему-то, почему-то, вот в той ветви христианства, которая пришла на нашу землю, философия вообще не считалась за достойный предмет. Поэтому переводов философских текстов просто-напросто не было на церковнославянский. Ага. Не, я поясню. В Византии были. В Византии были, конечно. Ну, и Аристотель, но изгнали, когда, по-моему, то ли в VII, то ли в VIII веке, Несториан, изгнали их вместе с книгами Аристотеля. И так они пропали из Византии. Ушли они вместе с Несторианами куда-то в сторону Армении. А, к Зарастрицам они ушли. Вот, к Зарастрицам попали в Персию. Ну, вот, к ним вместе с Несторианами попали сочинения Аристотеля. А в Византии, то ли она их узло утратила, их на Несториану, то ли, ну, вот так вот. Ну, а мы, на связи... То есть у них реально не было, да, Аристотеля как-то? Ну, если у нас не было Аристотеля, у нас же когда? У нас, вот, что и характерно, в XVII век, вот тот же Гоголь, было вовлечение католицизмом. И оно, как правило, собственно, даже не католицизмом, а сколастикой и томизмом. И там, что характерно, там, время основания университета, там, вот, возьмем Воломский университет, и появление дуализма, и потом учение формы аквилинского, и у нас появление университета, да, и буквально через 50 лет у нас начинается уличение с холастикой. Не с холастикой, а тамизмом. Вот, вот тогда вот к нам попали сочинения Аристотеля вместе с университетом. В XIX веке, да? Ну, в принципе, да, потому что в XVIII веке, в XVIII веке, там русские практически не учились в университете, там приходило завозить не только... И потом, оно на церковно-славянском и не имело шанса появиться, философия. Я объясню почему. Потому что откуда взялись вот эти тексты на церковно-славянском языке, с которыми пришла христианство и культура на территорию Руси? Они переводились, эти книжки, в XI веке, ну, начали, по крайней мере, переводиться, в XI веке, ну, вот, грубо говоря, на территории современной Болгарии. Делалось это под руководством вот этих знаменитых Кирилла и Мефодия, которые были кто? Это были католические, что важно помнить. Это были католические священники, у которых просто была поставлена задача Папы Римским. Надо перевести богослужебную литературу и немножко художественной литературы, так скажем, на вот этот вот язык для славян. Заодно язык надо было придумать, потому что письменности у славян не было. Письменность придумать, язык был. Нет, там что-то 120 букв было, по-моему, так. Ну, да, ну, все это было, да, но надо было со... Нет, Кирилл и Мефодия. Я понимаю, да, но надо было... Трибольская культура, а раскола так гораздо не было, да? Или как? 1054-й год скизма. Да, раскол-то был, но надо понимать, что этот раскол, он очень долго, несколько веков, не воспринимался как большая трагедия. То есть это не воспринималось как радикальное разделение ветвей церкви, что вот есть православные, есть католики. Они совершенно хладнокровно причащались друг у друга, венчались друг на дружке, переводили друг друга без малейших проблем. Ездили друг к другу в гости, вот, и все было хорошо. Вот как бы нарастание разделения, оно произошло сильно позже. Это заняло несколько веков просто-напросто. А в 11-м все нормально. Эти Кирилл и Мефодий по заданию Папы Римского сделали свою работу. Они перевели, заодно создав письменность... Ну, то есть они... Славяньи дикий народ, все-таки, по-моему. Да, совершенно верно. То есть смотрите, что они сделали. Смотрите, что они сделали. Язык-то славянский есть. Даже, видимо, какая-то письменность там была. Но это был язык, в котором не было грамматических средств передавать сложные смыслы, которые уже присутствовали в богослужебной литературе. Они там просто уже присутствуют. А, у нас нет аналога эс-ист, да? Как? Ну, как говорят, почему невозможно русская философия? Потому что у нас нету эс-ист. Ну, нету эс-ист. Эс-ист, да, да, да. Нет, это простое обстоятельство. То есть язык должен как бы быть достаточно богатым, для того, чтобы в нем можно было... Раномощен такой литературой. Да, совершенно верно. И это же, кстати, было не один раз. Вот когда создавался наш теперешний русский язык, там что же была большая проблема? Это нужно было сделать практически новый язык, опираясь на предыдущий и на какие-то европейские. Тупо для того, чтобы бюрократическая всякая машинерия работала на национальном языке. А в национальном языке до того, как в него... То есть импортозамещение фактически. Да, нужно было вытеснить... Само популярно сейчас. Нужно было вытеснить иностранные языки из документа оборота. Славяне диктатурно. Русский язык. Русский язык к этому не годился. Поэтому его нужно было доработать. И это было сделано. В течение примерно 100 лет. Это когда? Это в 18 веке, по-моему. То есть нам сейчас говорят, что мы Крым аннексировали, а мы не можем понять на своем тупом языке. Что это так? Нам, что-то надо. Что, чисто ли? Не-не-не. Не очень понял, да. К чему? Я к тому, что сейчас очередная фаза. Извини, я на язык. Сырком на славянском, наверное, неправильно спросил. Вы же говорите, что вот эту схему нижнюю нарисовали, да? Это к трудам Аристотеля относилось, да? В основном. Ну, не только. Не только. Художественная литература, литература по медицине, по физике, по всему на свете. Вот все, что... Вся наука, вся наука, которая была тогда, она существовала вот в этой цепочке. А Старый, Новый Завет? Вот это здесь... А Старый и... Нет, ну, смотрите. С Священным... Ну, с Священным вместе приняли, что? С Священным Писанием там все было не так замысловато. Там история была какая? Есть Верхий Завет, который написан на древнеиудейском этом языке. Но! Еще до всякого Христа, до всякого христианства, в первом веке до нашей эры, он переведен на древнегреческий. То, о чем, собственно, вот рассказ был сейчас. А можно, наоборот, думать, что был древнегреческий исходный винат и еврей переведен? Ну, кто же запрещает? Безусловно. Ты можешь думать так. Нет, не я бы. То есть, возможно, это два варианта. Нет, дело в том, что сейчас есть версия, на самом деле, о трех источниках этого... И составных частях. Нет, нет. Ты источник от три составных. А можно все-таки думать... Тестологическая анализ, цикологическая анализ текстов показывает, что ты источник. Отдельно древнегреческий, равна честных. Древнегреческий, я истанно. Возвращаясь к Священному Писанию. Но после Христа, никто не должен услышать. После Христа, во втором веке нашей эры, складывается то, что мы теперь называем Новый Завет. То есть, это Евангелие, Деяние и Послание некоторых апостолов. Складывается, в смысле, создается, да? А там как бы двузначный процесс. Во-первых, он пишется. Во-вторых, из того, что написано, отбирается не все. Из того, что было написано в раннехристианской среде, в состав Нового Завета вошло далеко не все. И очень мало. Ну, да. Библиотека на Хамадеево известная. Вот. И здесь, в отношении языка, вот здесь было все просто. Здесь сразу писали на древнегреческом. Это довольно любопытно, потому что ведь христианство поначалу, первые примерно 100 лет, да, это была фактически иудейская секта. То есть, это было подразделение иудаизма. И почему они не писали на своем языке? Ну, вот это тот самый вопрос. Может быть, иудеи, которые идет речь, они и есть греки. А ответ, как и там, Божье провидение. Это доказательство того, что Бог есть. И это, и он предвидел. Нет, дело не в этом. А дело в том, что с самого начала, с самого начала христианство понимало себя не как секту, да, а как всемирную религию. То есть, они должны были распространяться на всех. И для того, чтобы распространяться на всех, твой текст должен быть написан на понятном всем языке. Этот язык был древнегреческий. Просто каждая собака в Средиземноморье понимала этот язык. А еврейский понимали не все. То есть, монеты носить нельзя было, да, в храм. А как бы на древнегреческом писать все это священные тексты было можно. А монеты... Да, что странно, да. Синедрион, как бы якобы древнее это, это арамейское слово санхидрин. На самом деле, Синедрион буквально с греческого переводится заседание мужей. То есть, буквально, это место, где заседает мужей. То есть, и много других слов, да, там можно взять, и сразу будет ясно, что у них никаких исходных источников нет слов. То есть, на самом деле, во всем Новом Завете никаких, собственно, арамейских-то слов почти нет. Или слов там древне-ювейских. В основном, все на греческие исходники греческие и названия греческие. То есть, достаточно десятиграней, десятиграней вспомнить, да, там, и прочих там, То есть, на самом деле, как бы складывается впечатление, поскольку, вот как раз хорошее замечание насчет того, что Новый Завет написан в начале на древнегречном, что изначально все тексты и ветры древние были написаны на древнегреческом, все священные тексты. А вот этот древне-юврейский, это способ, каким образом в какой-то момент евреи пытались присвоить, приватизить. Что значит приватизить? Как они могли сделать? Они могли только поставить свои тексты вперед каких-то других текстов, да, священных. Сказать, что мы источники. Вот. Значит, возвращаясь к путешествию этого текста. Вот, после того, как было завершено формирование Нового Завета, то есть, все, книжки написали, отобрали, они на древнегреческом. Ветхий Завет уже на древнегреческом готов, там ничего придумывать не надо. Вот этот вот весь комплекс называют Библия, книги, вот, и это священное писание христиан. Дальше произошло. Дальше произошло, по сути дела, как ни странно, всего два перевода. Его перевели на латынь, на общий европейский язык. После того, как империя, римская империя была уничтожена, древнегреческий в качестве общего языка исчез, а возникает вот это вот самое латынь, остатки, так сказать, чисто римского языка. Перевода было, получается, сделано два. На латынь был сделан полный перевод, на церковно-славянский был перевод сделан неполный. Вот Кирилл и Мефоник, которым была поставлена задача в 11 веке, они, в общем, свою работу сделали, но не вся Библия была переведена. Они перевели главное, они перевели Новый Завет и некоторые книги Ветхого Завета, которые они считали самым ученым. А на самом деле Евфии не было этого Ветхого Завета. Это понятно, что его просто не было и понятно, что нечего было переводить. Был новый Завет. То есть, уже перевели, да, то есть, получается? Да. В общем, довольно мало переведено. мы придумали. Вы говорите, значит, вы придумали изначально безусловно-славянский. Перевели на латынь. На латынь переводили когда? А, на латынь переводили дальше. На латынь переводили сейчас скажу. Они придумали на греческом. В пятом веке кажется, этот перевод был завершен. Вот уже в пятом веке на латынь веке В пятом веке на латынь. А в пяти книжах это было переводом церковно-славянский? Можно так сказать. На церковно-славянский? Кстати, не помню. Надо посмотреть. В пяти книжах? Ну да, первые пять книг Ветхого Завета были переменены. Мне потом еще пять минут дали, потому что это важно. Так извините, и что же получается? Эти два перевода латыни и церковно-славянский разницы порядка пяти столетий что-нибудь Ну что ж, это в одной части Европы жили, а в другой части как это? Дикие-дикие орды. Сказал же патриарх Кирилл, что кто были такие славяне? Как там? Язычники. Язычники. Почти звери. Да, да, да. Почти звери были. Понимаете? Им принесли Кирилл и Мефодий католики пришли и принесли культуру и сказали звери слезайте с деревьев мы вам дадим но в качестве утешения в качестве утешения иностранной гордости должен сказать что когда в 11 веке вот вся эта литература арабско-еврейская пришла в Европу все однозначно поняли что европейцы вообще говоря почти на деревьях еще живут по сравнению с арабами настолько они дикие ну и мы соответственно еще после европейцев шли мы даже не сильно оставались нет я просто здесь это к чему в данном случае хотел подчеркнуть дело в том что смотрите какая странная штука строго говоря вот ведь был перевод сделан на церковно-славянский то есть это ведь что такое было это был национальный язык славян он по крайней мере был славяном понятен был сделан этот перевод но по непонятным мне причинам в западной церкви была зафиксирована очень быстро и надолго что Библия может существовать только на латыни и все и больше никак и по началу не на греческом не на древнегреческом совершенно верно а именно и только на латыни и по началу первые несколько веков это не вызывало проблемы потому что латынь была понятна но развивались национальные языки которые сильно отличались от латыни и основная масса людей латыни тупо не понимала просто-напросто и оказалась странная штука что хотя с самого начала Библия писалась на языке всем понятным и переводилась на понятные языки но в результате в средневековье она оказалась что она наличествует на языке который большинству народу не понятен в одном непонятном языке хотя создавалась в другом непонятном языке и можно было бы работать с другим непонятным языком его источником но все-таки латынь достаточно много народу знала да хотя бы кто-то ее знал когда я говорю что мало кто-то знал но кто-то знал например Декард знал все знали вся Эдита образованные люди знают Ломоносов знал а древнегреческий язык кстати его знание было утрачено очень быстро очень быстро было утрачено и только собственно говоря потребовалось вот это вот окончательное падение Византийской империи для того чтобы ну там просто что случилось Византийская империя там она был государственный язык греческий и они естественно знали древнегреческий вполне свободно и когда они окончательно проиграли войну арабам то основная масса интеллектуалов византийских не захотела жить при арабах а уехала в Европу и в Европу приехала толпа людей очень образованных знающих никому неизвестный язык древнегреческий и они наконец-то смогли прочитать Платона Аристотеля в подлиннике и у всех глаза повылазили потому что оказалось что вот в этой вот цепочке переводов исходный текст очень сильно трансформировался и когда они прочитали оригинал европейцы они сказали мама дорогая это вообще все не так как мы думали их хлопуснула эта эпоха возрождения но не суть это все отступление да а я только хотел сказать что вот эта вот зафиксированность на латыни это была одна из сильнейших причин собственно говоря потом реформации потому что одно из главных обстоятельств почему за Лютером и его компанией пошли потому что он сказал что вот это положение когда Библия существует на непонятном языке это неправильно его надо перевести на национальные языки но у нас же есть на церковном славянском многим непонятно ничего у нас сейчас у нас сейчас очень смешная ситуация у нас мы сейчас находимся в такой же ситуации в какой находилась европейская церковь в средние века когда латыни уже почти все забыли а тех существует именно на нем понимать церковно-славянский сейчас могут единицы а все остальные ну сэм восемь сэм восемь но при этом как бы это рождает смешные ошибки непонимания и все прочее поэтому у нас строго говоря должно произойти ну конечно не реформация да но должен быть сделан перевод новый перевод на русский язык тот перевод который есть на русском языке сделанный в девятнадцатом веке он в общем сильно устарел так сказать как бы это скрепом не повредило так они не дадут конечно это скреп не дадут конечно если говорить о скрепах то конечно да тут опасно тут только тронь оно все рассыпется а вот можно уточнить если насколько я понял латынь и церковно-славянский зачем всегда получается что латынь это замок это именно в славянских странах а в славянских странах это же восточная римская империя нет в то что называется Стамбул а тогда он назывался Константинополь это была это была византийская империя где общим языком был греческий он был не древнегреческий он отличался от древнегреческого но в принципе они понимали чтобы он написал поэтому византийская империя не нуждалась ни в каких переводах они просто читали как есть а почему в римской империи главный язык греческий основе апостол Павел на нем говорил и прочее почему как бы это же странно как бы в римской империи говорили не на латыни а на греческом после как бы не получается что не было никакой что римская империя это такая же греческая или это и есть греческая обыкновенная империя говорили там на греческом в Канаде двуязычие а в Шельсарии трех не но это представьте что у нас бы говорили скажем на английском и как бы мы считали Российской империи а говорили бы все на английском нет понимаешь дело здесь не в этом дело в том что это вот то о чем ты спрашиваешь это явление имеет характер который обозначается словом с такой фразой латинской lingua franca то есть это язык общий общий язык что имеется ввиду в разные культурные эпохи какой-то из языков оказывается вот таким общим языком доминирующим он не то чтобы доминирующий но это язык элиты понимаете какая штука ну вот сейчас можно сказать что английские языки безусловно но тем не менее сейчас это язык можно сказать в смысле экономического что это конвертируемый язык он не доминирующий язык в который как бы легко перевести другой язык из которого можно перевести дело в том что все равно мы как бы массе своей не говорим на английском и не пишем на английском мы же не даже элита на самом деле не говорит на английском и не пишет на них не-не-не-не-не ну смотри когда человек приезжает в какую-то абстрактную страну в Венгрию на Украину плохой пример а вот надо в Венгрию оказаться на каком языке ты попытаешься разговаривать с первым встречным? на английском русский на русском ну и каковы шансы что ты встретишь каковы шансы что ты встретишь понимание очень невелики я начну говорить на русском я вижу что меня не понимают я знаю английский, я перехожу на английский и вижу, что понимают меня не понимают но смысл это, что должны были быть римские троптаты которые философами написаны на римском но только философы на латыни, но только философы и Прокл, и Платин все философы, какие были все писали на греческом а почему они писали на латыни не, а латынь латынь, да нет через десять веков не, латынь, язык вправо или через... ну это странно даже если английский язык сейчас является действительно лингва франка то тем не менее все равно у нас много троптатов на русском и так далее на своем родном ну... в общем это можно объяснить только единственный способ по моим понятиям что не было никакой латыни был греческий и еврейская империя говорили по греческому арамейская империя смотри какая штука да, вот был период ну смотрите был период когда этой лингвы франка был действительно французский язык и кстати сказать у этого есть очень смешной эргумент и атовизм вот вы знали когда-нибудь что когда пишешь письмо которое должно идти куда-то в другую страну по миру то есть как бы два пути как писать адрес правильно либо... не, не, не важно на каком языке значит правило простое либо ты пишешь на том языке той страны куда это письмо приходит если ты этого не знаешь то ты должен писать это по-французски это общее правило которое действует до сих пор вот это рудимент вот тех времен когда французский язык был языком международного общения сейчас он почему-то только в почте остался то есть если я пишу сейчас это допустим в южноафриканскую республику то и не знаю там ну сомневаясь какой там язык я должен адрес написать на французском я так понял да? то есть вообще можно на английском потому что там язык английский нет, ну я не в курсе да, да, да ну так по-французски надо писать вот так да? таково правило интересно то есть я что хочу сказать роль этого языка это не язык повседневного общения это как сказать ну вот я не знаю к что тут добавить это язык элиты с одной стороны и это тот язык на котором тебя гарантированно поймут больше людей чем на твоем национальном языке то вы не про греческие с греческими я говорю про любую лингву франка ну тут греческие вопрос по простому вот речи римская империя есть там ладын есть греческие в каком они соотношении что из них что вот там но по смыслу в истории должно быть латынь доминировать по литературе и по всем прочим доминировал почему-то греческий но если бы это было Джитамона Булингов Франком тогда бы на нем говорила только элита народ говорим было своих языках на греческом говорили все не очень растение говорили на греческом римка философии есть только вульгата известные за греческая нет есть есть но есть латинская литература есть латинская философия я не понимаю откуда взялся тезис что все философы писали на греческом писали кто-то писал на латыни кто-то писал на греческом то что ты приводишь прокла плотина и всех прочих а потому что они жили в восточной части римской империи ближе греции да вот и там там действительно сложил удерживался удерживалась положение греческого языка конечно можно с натяжки каких-нибудь там синеку там урона называть философами натяжкой не с натяжкой большой такой натяжкой можно назвать и философами на самом деле доминирующая философия линия не вот они ну или даже секс и билика можно взять тоже в гречески да ну в общем окей все это про судьбу священного писания тоже мы вообще отвлеклись а смысл моей общей реплики был какой что вот ко всей той крест в ту кристально ясную ситуацию который изложил евгений как бы надо понимать что есть обстоятельства которые добавляют принципиального тумана принципиальный туман прежде всего вот с этим весьма спорным переводом ключевого имени бога и от этого действительно исторически пошло метафизика с средневековой метафизики очень многое пошло отсюда никуда не денешься это вот и плюс когда мы говорим о том что приехала греческая философия и все прочее в европе в европу мы должны понимать что вся эта литература проходила вот эту цепочку а иногда же это цепочка вообще было греческий арабский еврейский и только с еврейского на латынь это вообще что называется ошибки безусловно накапливаются при любом переводе а при такой длинной цепочке это это кошмар поэтому то что европейцы располагали философскими текстами не все не всеми во первых во вторых вот в этом ужасном длинном переводе но общая концепция которая сложилась тем не менее то есть вот я что это все говорю так тому что вот 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 такого плохого аристотеля читал фома аквейский вот именно такого плохого ничего у него нет соучения не соответствует аристотель соответствует если бы человек считал бы неподлинного и стоит у него даже быть существенные ошибки с позиции самого аристотеля насколько я знаю никаких хорошо как у него нет ну это вопрос специальный я никогда им не задавался я уверен что если тщательно будет интерпретация есть но но не ошибки в понимании как видите подразделение в эти насколько я знаю греческий язык аристотелевская текста сильно отличается от греческого нового завета да безусловно сильно на очень ну не очень нету просто сложнее ну там просто этот новозаветный упрощенный этот перечиски какой народный там греческий это сложнее на более грамматическое структы сложные но вообще естественно это явный до физику читал там просто настолько он сложно что там вообще непонятно как это на читать как будто вы сильно конспекты ну с твоей поправкой эта цепочка должна быть еще хуже потому что какой греческий язык знали арабы или евреи они знали современный им греческий язык и пользуясь этим знанием они читали действительно древнегреческий текст который там фан в принципе грамматика более сложная а пока я думаю как идет древнегреческий период греческого языка когда заканчивается по моему современные греки могут считать ну в том же смысле в каком мы понимаем церковнославянский ровно подождите меня просто слышал такой тезис что есть же новогреческий среднегреческий ну вот смотри если мы говорим новогреческий если мы говорим о том греческом на котором написано новый завет это уже вполне определенное состояние греческого языка который называется кайне которая существенно проще чисто грамматически грамматика просто проще чем то грамматика на которой писал аристотель то есть прошло сколько 500 600 лет и язык существенным образом упростился в какой момент там это произошло произошло ли это как-то перелом какой-то я не уверен но вот за 600 лет грамматика существенно упростилась упростилась просто многие вещи не используются без без понятия честно не на самом деле как бы я видимо это то что потом происходило позже уже во времена византийской империи версию и такой немного так сказать безумен когда заговорочечку могу сказать что мне кажется на самом деле во всех этих историях присутствует такая теория заговора каждый раз когда какая-то группа убеждала она на самом деле перетолковывал все эти события в свой стол да и мне кажется на самом деле только эта история которая сказана она действительно там соответствует тому как сейчас принято но если вдуматься и и самой логике вне отсутствует никакого рода логика я не получается так что как бы еврейские вот это вот писание которое если посмотреть представлять ну некий сбор законов там история еврейского народа она ставится во главу до столь мощной культурной традиции как греческая и как будто бы так чему-то там греческом может указать или что-то как-то их обогатить это немного странно то есть понятно было бы если бы греки допустим обогатили бы евреи это было как-то ясно а как поверь евреи со своим писанием что-то там обогатить это непонятно то есть получается как будто вы телегу поставили берешь если кому я не знаю что видимо был какой-то момент когда евреи взяли верх и они просто свою сторону прежде всего перетолковали такие важные вещи как священописание проще а теории победители победители на самом деле считать что важно почему латинский язык да потому почему она распространилась по всей европе возможно как бы был момент когда именно латиняне дала латинская европа там одержала веру и распространила свой латинский язык мне кажется что слишком большое как бы значение придаем вот этой интеллектуальной власти вот сейчас для нас действительно важно там чья это традиция там западная и не западная там целые там есть целые философские направления которые говорят что там философии это там идеология западного западные европейские европейские там нации и так далее вот а думали ли они тогда так так же то есть вот этот заговор мог ли он быть ну чисто ментально когда они допустим у них есть войско они пришли захватили держат вот мы понимаем что эффективно держать людей как бы интеллектуально дать книгу сказать это наша книга не ваша поэтому вы должны нам подчиняться но могли ли они так думать антон вы приписывайте им ну вот они не были американцами не надо проецировать наши как вот эти идеологические культурологические войны туда вглубь веков я просто считаю я считаю что некого рода что некого рода всегда везде на самом деле управление и власть всегда есть культуральная власть тот кто владеет идеями тот кто внушает людям цели да тут на самом деле определяет и политику и экономику ну до этой мысли должны были дойти до сих пор мудрость греческой философии который уже давно исчезла да вы до сих пор там образцы как бы это черпаем философии не могло не один мне кажется когда византия пала на самом деле на его когда полная появилась по словнославянском по муше ставстве когда пола византия это отдельный большой вопрос я считаю что нет но ну может быть яснее будет что русские не европейцы в соответствии с учением по маквинского но а быть и я сказал теперь о цели творения но а творение это все сущие это возвращаясь к антону соответствии с учением томизма а ну сначала вернемся поскольку бог совершен то он по определению еще нуждаться не может то есть бог не нуждается бытие и бог евреев и иегова не может нуждаться в творении у него уже все есть зачем мы творение зачем ему люди дали вам это объясняет следующим образом это резко вызывает резко отторжение у русских но вошло в плоть европейцев это начиная начиная вот с тезисов и тема тампе против авероистов они это давно уже начали они были первые тезисы были 1270 году ну а вторую серию тезисов он предъявил в 1277 то есть у них по крайней мере уже ну сколько 700 лет не менее все это в вороте значит цель творения по томизму поскольку бог не совершенен творение ему не нужно зачем же он тогда сотворил ну и стоит упомянуть еще и то что он творить не мог ну как утверждала героис а вот значит цель творения в том чтобы прославлять бога то есть что мы должны делать смотреть на сущее видеть в нем величие бога поскольку такое сотворить мог только такое сотворить могла только инстанция всемогущая всеведущая всеблагая и славить его то есть он решил что славить его да мы причем обращаем прославление должно обращаться не нужно поклонение мне не к богу должно быть обращено это прославление а мы друг другу должны высказывать как велик бог да это это томизм вот этого его очень это симптоматично что булак прокомментировал это как оригинальное воззрение то есть русским это плетит как так мы богу не нужны для европейцев это норма русские тоже европейцы ну какие вот булак только что прореагировал генеральная линия партии не такова вот смотрите у булата это вызвало резкое отторжение у многих это в душе как так мы не нужны нет нам было творение не нужно это чисто логически вызвало отторжение честно говоря правильный ответ же какой можно так сказать правильный ответ такой что он не нужны это делать а поскольку у него есть такая возможность бог есть полнота всех возможностей но всякая полнота всех возможностей это не бытие хаосы�� но или go�� его хорошо при этом ладно что что как кого не всякая возможность есть и актуально он мне можно остаться возможность какая-то не актуальна потом и было возможность не может задержаться на стадии возможности она обога не могло возникнуть в олене нет как нет речь идет не о том что в олене а вот как бы творить все что у бог как бы реализует все возможности одна из этих возможностей создания этого мира и она реализуется поскольку реализуются все возможности вот можно ведь спрашивать еще почему сотворил такой мир они другой он ответ будет он сотворил этот этот это да тут просто кака бы вот это одна из возможностей Where to go почему он сотворил человека а а 297 emale его а он сотворил не человек и в этом смысле он тогда как бы не pren это нужно официально все возможности вот так как просто ты просто воплощаешь себя, то есть ты не делаешь творение из Бога тогда по-другому манифестация себя, но это ересь, в том-то и дело, это ересь за эту жглину костра Бога ставить его во временной порядок, как будто бы был момент, когда он не творил, а потом сотворил то есть не так, не во времени случилось это, то есть творение как бы, оно не случилось в определенный момент времени оно как бы включено в понятие Бога как всемогущего утверждается, что Бог существовал вечно, существует вечно и логически, и мир так же существует вечно, он не во времени сотворен он сотворен, на самом деле, вечно, но не тем способом он сидел, сидел на какую-то момент времени т 0, и он сотворил мир тогда бы Бог был во времени, он не был бы Богом Бог-то не во времени что? что? еще вот единственное замечание которое про 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 то как это понимаете у них как это в русский понимается у русских понимаются русский претит осознавать что мы даже библию принял поисусе я кстати по поводу впротив нужны деньги кости русских имею одну маленькую штуку и можно будет не на европейцам не претит европейцы это знают что богу творение не нужно что и они тоже не нужны голову но поскольку все и не спокойно это програли спокойных прогулок а у меня нет вот такова официальная доктрина отменяет 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 сущность бога вот и все бог он прибывает полная полный достаточно не все есть то есть если мы говорим что мы нужны богу но то тогда мы не нужны не богу то есть только кому мы нужны это не бог вот отсюда все есть и возникают и там 12 век альбигой сын вот внутри понятия было а там не выйти и те самому человеку устаешь тарусы причине самого себя и никому не нуждается такой у тебя понятия так надо канал 13 я только не я пропал последний штрих что было все-таки точно лучше на руси чем в европе как ни странно у нас было гораздо лучше с политической властью смотрите какая история что из себя представляла европа вернее политическая власть средневековой европы она была крайне слаба то есть ну вот прежде всего мы должны точно понимать да что не каких-то национальных государств просто не было как осуществлялась власть какого-нибудь короля французского и и там я не знаю немецкого и все такое прочее она как правило осуществлялась тем способом что король ну то есть вот есть некоторое виртуальное королевство скажем французское которое на самом деле на самом деле распадается на множество частных владений каких-то герцогов-баронов ну принятые да совершенно верно обычно их в общем виде именуют баронами это крупные феодалы которые жестко контролируют какую-то свою территорию король во всем по при всем при этом в чем его власть он вроде как король а у него есть своя какая-то отдельная территория да он один из баронов безусловно вот и исторически вообще говоря как возникали эти королевства эти королевства исторически возникали следующим образом что какое-то семейство или какой-то клан баронов объединялся для того чтобы контролировать не просто свои территории но большую территорию в целом тогда что они делали они просто становились самым сильным военным союзом и навязывали всем прочим всем прочим кого-то из своих в качестве короля вот этот король этот король его власть была довольно условно вне своих территорий и вне территории своего клана он не мог строго говоря никому ничего приказывать то есть он приезжал во владение какого-то барона он должен был согласовывать с этим бароном каждое свое решение потом с течением времени ситуация стала только усложняться потому что кроме баронов стали возникать города города как совершенно самостоятельные экономические и управленческие структуры и картина была такая король подъезжает к воротам города его встречает делегация со всем почтением вот но делегация сразу говорит так ваше величество вы перед тем как войти вы должны подтвердить что вы уважаете те законы которые царствуют у нас в городе и что вы их не будете нарушать и король тут же до входа в в город был должен дать клятву которая при свидетелях фиксировалась со временем короли сообразили что можно здесь маленько жульничать и например там кто-то не знаю кто первый но придумал следующую штуку он сказать в клятве произнес такую формировку что я обязуюсь уважать все прекрасные законы эффекте красные справедливые законы этого города а не справедливо да а потом потом сказал его когда поймали на нарушение закона сказал так это же просто поганый и несправедливый закон поэтому я его нарушаю вот после этого горожане стали более умными вот и во первых просто сначала сажали стенографиста вот рядом стоит король опять клянется а какой-то значит хмырь шпарит конспектирует тут же все что он обещает и тут же он договорил ему на подпись а вот давайте-ка подпишитесь чтобы был документик что вы уважаете наши права то есть центральная власть европейских государствах была настолько слаба что практически всюду кроме своих собственных владений король должен был выступ искать компромисса и консенсуса с местными властями как посмотреть потому что в россии по наследству от византии было ровно наоборот как да у нас было это грубаная вертикаль довольно быстро установка грёбаная здесь главное поэтому понимаете поэтому когда и иван грозный в москве сидючи провозглашает себя царем и считает равным по власти там французскому королю или английской королеве и английскому королю он принижает да он как бы просто был не сильно в курсе он думал что они настолько же как бы строго контролируют свою территорию как и он они но он же писал ежели английской королеве письмо там и еще и сравнивать совершенно верно так он от неожиданности опыт мы с тобой договорились она вреда мы с тобой договорились а парламент не утвердил вы чего ты госпожа или не госпожа в своей земле она говорит госпожа но должна выполнять решение параметры тогда говорит и вот это известная фраза да что тогда ты не государь не в своей земле а девка пошлая вот и сдать тебя не хочу и дел с тобой не собираюсь может быть и сейчас у нас проблемы такие мы пытаемся договориться как бы ну в лице нашего президента как бы а там как-то по-другому кстати совершенно верно то есть вот это просто читается в лице путина он реально не понимает вот эту европейскую фишку он хочет найти главного с которым можно заключить договор а там нет этого главного там нужно вот со всеми этими шпендиками найти какой-то консенсус он будет так подождите а кто здесь главный обама ты главный он приду я главный но потом оказывается что даже у себя в стране он не сильно главный а в европе там вообще не с кем разговаривать может быть поэтому кстати он тогда так смешно сказал что вот с махарной ганди я бы еще поговорил а так больше не с тут разговаривать у нас эта традиция от византии идет очень четко собственно говоря не советская власть ничего сильно не поменял не текущая и демократизация у нас конечно слабенькая а вот это вот слабость центральной власти и бесконечная потребность в нахождении консенсуса и поэтому у них европейская власть плохая а у нас царская хорошая крепкая вы привели пример ивана грозного там на территории нашего государства же было время и до ивана грозного и после ивана грозного и какие были там ситуации это говорить что так всегда было это тоже не совсем корректно ну да я конечно правильно сказать я срезаю луи это во времена ивана грозного было вот так нет я скажу так вот более корректно конечно сказать следующее что после ивана уже все шутки в сторону уже московский государь был реально самодельцем селя руси до ивана действительно было по всякому были всякие новгороды смоленские где жили по каким-то новгород и смоленск были европейские города которые вот строго говоря со своими правителями поступали также как европейские города какой-нибудь князь которого приглашали или пускали на княжение в новгороде он был на таком же положении он был нанят и сотрудник его при случае выгоняли на это власть кужа кужа я декану ловарин статью входило в владение ивана грозного мы как были рабами только царя царь нужен только не сам иван грозный его завоевал а потом ну вот я сейчас то есть что они не могут договориться сколько историй длится это мы приняли вот эту традицию мы приняли от византии что другого учились договариваться на маленьком уровне а им не было им не было как бы другого пути потому что не было никого когда мы говорим правовое государство там говорим на честный договор кстати пошел у них там и у папы римский откуда появился вообще все-таки церковно это в центре любого европейского города средневекового пола парка и висеться и на ней всегда живущих инструменты договоренности нет средства плохие сейчас понимаем как когда мы говорим правовое государство там говорим на просто насколько я понимаю когда ну если исторически рассматриваться конце концов то монархи это подымали там всякие там французская да да немецкая там тогда я объединяли там германию и прочее прочее вот и они боролись в первую очередь как бы не нет ну то есть не только и не столько с этими феодалами раздробленностью но и с папой римским там что-то церковная власть смотрите какая история с папой римским значит штука в следующем в некотором смысле этот титул является рудиментом и атовизмом древней церкви значит считалось в древней церкви ну то есть и совсем первые века что есть пять ключевых патриархов они все носили титул папы был папа времени был папа в константинополе был папа в антиохии в александрии и иерусалиме вот а их было 5 собственно говоря это был такой выше вот их как бы совместное мнение это был выше такой административный орган потом так просто исторически сложилось что четверо из этих пап оказались на оккупированных разоренных территориях их власти влияние просто сошли на нет оказался выжил во всей этой катавасии при падении римской империи длинным и ужасным только папа римский всего лишь да поэтому он как бы из таких древних высших титулов он реально самый древний значит он конечно претендовал на такую верховную власть в европе и поскольку вот вся европа была устроена вот таким бесконечным поиском консенсуса то конечно папа римский здесь да он как бы у него была очень выгодная позиция он выступал в роли реально такого арбитра вот и конечно будет будучи таким арбитром вот ты вроде как обладаешь колоссальной властью но здесь он попал в следующую ловушку дело в том что для того чтобы занять реально главенствующее положение в этой в этом в этой слабой системе он должен был обладать ну сходными ресурсами какими обладали бароны или баронские кланы а у него не было таких ресурсов и более того он не мог создавать кланы на основании как вот эти монастырии можно да как раз это может быть очень просто он во первых хотел делал замечание значит король должен был быть обязательно помазан время только им давал права не королевский императорский королевский великий туда ездил в рим потом далее у ватикана не было армия но как и но ему а швейцарские эти как бы там но это это как если бы было это не швейцарского или ракета сатана если она сейчас а был бы только фсо и всего то есть личная охрана вот примерно то же самое как бы власть осуществлял по-белевски производить если какой-либо король властитель оказывался не уходим по беремскому запрещались нет запрещают духовного чистого строится и вертикаль датика там тоже была вертикаль да запрещались отправление всех треб то есть кристины отпевание прощение грехов причастие же обещалась и так длилось годами это был инструмент принципе оранжевой революции тоже сейчас то есть натравлю папа внешняя инстанция натравливал на властителя его население то есть как люди которые похоронили своих близких а близкие не отпеты как и там объявлялась почему они почему такое происходит в послании особо называлась запрет на все три года и тогда народ свергал своего короля и чего вот таким вот способом осуществлял папа римский власть в европе во всей католической европе но где-то к 14 веку нашли способ я дал и противостоять власти по они стали запрещать и причем тут гаража не очень сильно помогли они стали запрещать горожанам продавать продукты оба товары для любые и мало того даже убрать воду из источников монастыря и ну приватом кирова если они не отсуществили требуется да вот и очень быстро тогда переходили аббатство под власть короля и так разрушалась разрушался нареческой церкви ну и потом они еще долго начали строить собор святого петра и такие там долги влетели что вынуждены были еще индугенции пополнять свои отащавшие продажи индугенции вели это временно но осталось постоянно представлен настолько балансы между стаки между большим количеством центров власти и угрозы ее применили бы там это было все же напал это видно из этого да что духовная власть важнее чем всякой материале она была важнее а потом копа так и перестала быть важнее она главное что духовная это власть не у нее не было инструмента стать политической властью назначение королей назначение королей ну это было это было но это постепенно постепенно как бы и закончилось потому что как когда игроки вот все эти игроки поняли что этот арбитр не должен настолько плотно вмешиваться в их жизнь да ну как ты сам правильно говоришь да не просто нашли способы надавить на арбитрах я не говорю о таких грубых случаях когда там брали папу римского в плен или там еще как какой-то насилие к нему применяли но даже если дело не в этом да а просто по мягкому не хотите и надо блокируем торговлю с церковью не но этого еще не знало там же вот как раз во времена авиньонского пленения в некотором логе кстати да в некотором логе весь четырнадцатый век по сути там было авиньонское пленение пап там ни одного папа в плене сразу они друг за другом все были в авиньоне сидели в 1347 году возникла чума пришла с ласковым ветром зефиром из то ли из индии ну через ближний восток и венецию и далее везде и значит стали стали смерть на чума начала косить население и в сорок девятом году в 1349 году климент шестой объявил поход на рим почти как муссолини на молебен то есть если мы в святом месте опять же как раз пространство не было изотропное там были святые места вот то есть если мы придем в рим если нас будет много но то есть и отслужим молебен то чума отступит но в результате набрали миллион человек все умерли шестой нибудь дурак он свалил в авиньон и там все переживал с первого раза люди подумали что рейне недостаточно было вере не в следующий раз пошли они набрали полтора миллиона и вот этого столкновения с реальностью авторитета католической церкви с чем они способности года столько людей ты в европе тяги но это там есть такие вещи что в париж там двадцать тысяч человек жил там лунный ну лунный только в 19 веке города были маленькие откуда миллион набрался ну тем ну так пишут не представляете миллион человек умерло что это такое просто сейчас взять это считает до миллиона надо не за сколько это провести что-то как бы уже все похоронить на месте не захоронишь так не у кого-то вся и трагедия это и этих эпидемий было что хоронить ты их было никому не просто цифры при завышенную ну цифры может быть и завышенные но смысл всех этих цифр состоит в том что большинство населения просто вымерло вот их силу мы смотрелись после чумы только по-моему в начале в конце 17 века европейское население численности а вот получается что все таки мы действительно получается со своей вертикальной властью более цивилизованной вот потому что это ведь как бы был нет смотрите была римская империя была вертикаль даже это было александрийской империи потом римская империя везде вертикаль потом приводит авару да все это вот разрушают до устраивают какой-то бедлам как бы на это демократию демократию да непонятно что а мы как бы на самом городе всегда были рабами идея идея этой идеи но это же не так государственное образование что прямо перешло нету важно что они утратили как бы они они вот смотрите вот и была римская империя были книги были книги да была вот эта культура они ее утратили потом она слава богу не вернулась арабская от арабов а идею империи понимаете вот это вот как вертикали власти она как бы через ризантию пришла к нам и может быть мы сейчас с ними поделимся как бы как арабы тогда но правда они не очень хотят брать современными приписывать когда-то там это 20 веков тому назад это вообще некая наша демократ нет ну а ну а ну конечно и тут все не очень корректно ну действительно вот сама идея гораздо более сильной центральной власти там уже перебили не империя она ну действительно она продолжает существовать у нас вполне она как бы ну она представляется весьма логичные и очень стройный естественно когда она представляется вполне такой разумный довольно по сравнению с европейской безусловно более мягкой